МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня понедельник, 3 июня, в студии Рушан Вараев. Коротко о главном. Прожить на 28 тысяч – такая перспектива на пенсии у родителя, который всю жизнь ухаживает за ребенком с инвалидностью. Чтобы на прилавки не попало мясо от больной скотины в области ввели новшества, чтобы покупатель мог еще больше узнать о происхождении мяса. Все лучше и детям. Новый дворец школьников открылся в Карганде. Ежедневно учреждение сможет принимать порядка 600 детей. Рев моторов. В Карганде впервые прошло общее республиканское открытие мотосезона. Необычный способ заработка нашли в одной из темиртауских больниц. Там фиктивно госпитализировали и лечили собственных же работников. Махинацию выявила прокуратура. Сотрудники темиртаусского многопрофильного центра матери и ребенка работали как обычно, продолжали выполнять трудовые обязанности, но по документам они числились заболевшими и госпитализированными. Более того, на этих сотрудников незаконно списывались лекарственные препараты, закупленные за бюджетные деньги. Таким образом, центр сумел необоснованно оформить медицинские карты и стационарного пациента для 42 медицинских работников. Правда, вырученные деньги руководство клало не в личный карман, а тратило на внутренние расходы медучреждения, ремонт и прочие надобности, уточнили прокуроры. Согласно заключению Фонда социального медицинского страхования Караганинской области, на оплату необоснованного расхода медикаментов и оказания медицинской помощи, фиктивно госпитализированным лицам было затрачено около 18 миллионов тенге. По результатам акта прокурорского надзора, незаконные израсходованные средства были полностью возвращены в бюджет. Для принятия процессуального решения материалы также направлены в выполномоченный орган. Прожить на 28 тысяч – такова перспектива на пенсии у родителя, который всю жизнь ухаживает за ребенком с инвалидностью. Многие из таких мам, а иногда пап, не могут работать и не имеют пенсионных накоплений. Почему пенсия будет столь мала, и есть ли выход, выясняла Людмила Бачкина. У сына Алии Москаленко два диагноза – органическое поражение головного мозга и эпилепсия. Во время родов, говорит женщина, врачи не стали делать ей кесарево сечение, схватки прекратились и ребенка выдавливали из живота. Сейчас Жанну 7 лет, но он не разговаривает, гиперактивен, не понимает, холодно ему или тепло, и может выйти раздетым на мороз, а в автобусах у него случаются панические атаки. Мама с ним 24 на 7 и не может работать. На ее пенсионном счету ноль. Я по рукам, по ногам связана, так же, как и все другие мамы. Мы не можем работать. Я два года искала няню, никто не берет ответственность, понимаете. Даже вот я хотела его в мини-центр, в детский сад какой-то, или даже вот сейчас в учебное заведение. Все они хотят брать ответственность за наших детей. Это вот основная наша проблема. Если бы нас немножко как-то сделали попроще, или там кто-то пошел нам навстречу, забирали наших детей на 2-3 часа и помогли бы с трудоустройством, поверьте мне, все мамы бы таких детей пошли. Каждый год в стране появляется новых 14 тысяч детей с инвалидностью. Почти столько же мам не имеют возможности работать. До 80% из них матери-одиночки. До 18-летия ребенка они получают 130 тысяч теньки пособий. На себя и ребенка после могут стать индивидуальным помощником, но только если у ребенка первая группа инвалидности. Все мамы, у которых дети с инвалидностью второй группы, третьей группы, они, допустим, если они не имеют никакого стажа после января 98-го года и до января 98-го года, смогут претендовать только на гарантированную государственную базовую пенсионную выплату. Значит, на сегодняшний день это 65% от величины прожиточного минимума. То есть пенсия у таких мам составляет всего 28 тысяч теньги. И даже если мама стала индивидуальным помощником, то есть у нее появляются хотя бы минимальные выплаты в пенсионный фонд, факт ухода за ребенком до 18 лет еще придется доказать в суде. Проблему эту поднимают правильно родители. Ее и раньше поднимали, но так как сейчас детей очень много, те, которые дети не есть способные, были несколько писем, мы жили с парламента для того, чтобы этот вопрос активировать. Сейчас мы на стадии рассмотрения. Сегодняшний день такая картина плачевная. В Министерстве труда и соцзащиты нам ответили, что вопрос на рассмотрение и ничего конкретного пока сказать не смогли. Чтобы на прилавке не попало мясо от больной скотины. В Карагандинской области ввели новшество, чтобы покупатель мог еще больше узнать о происхождении мяса, из которого намереваются приготовить шашлык или бешбармак. Как в целом проходит процедура исследований, рассказали специалисты Ирина Вобещевич. Продолжит тему. В последнее время в связи с появляющейся информацией о вспыхивающих разного рода инфекциях животных, население волнует санитарное состояние мяса, попадающего на прилавки. Как не напороться на мясо больной скотиной и быть уверенным, что кроме питательной пользы ничего больше не получишь. В Карагандинской городской ветеринарной инспекции рассказали, как проходит проверка мяса на этапе, предшествующем поступлению на объекты реализации. Тут к машине с тушей перед разгрузкой подходят ветэксперты и проверяют наличие соответствия документа с печатью формы номер 2. Если все сходится, то мясо отправляют на экспертизу. Пробы варки, радиология – это только часть анализов, после которых мясо попадает на прилавок. В данный момент проводится пилотный проект ветэкспертизы ветэкспертизы ветэкспертизы. И по ней можно узнать, вот покупатель приезжает на магазин, здесь купит продукцию и может потребовать акт ветэкспертизы. И после получения актептизы покупатель с помощью QR-кода узнает о животном все. В информационной системе разработан модуль ветеринарно-санитарная экспертиза мяса. Этот документ может потребовать покупатель. QR-код отображает жизненный цикл животного, вплоть до того, кто у него был хозяином, какие вакцины применялись, где забиты и какие экспертизы прошло мясо. Мера направлена на недопущение убоя животных для реализации беспредубойного ветеринарного осмотра и послеубойной ветеринарно-санитарной экспертизы туш и органов. Все положительно реагирующие животные подлежат санитарному убою. После чтения 15 дней должны забиваться на условиях убойных объектов. Владельством полагается возмещение 30% от государства. По данным ведомства, на сегодня на Бурцелё сдиагностировано крупного скота около 166 тысяч голов. Из них положительно реагировало 890 голов. Заражённость 0,5%. И мелкого рогатого скота около 224 тысяч голов. Положительно реагировало 15 голов. Заражённость 0,06%. Туши животных отправлены на санитарный убой. Ирина Вобещевич, Николай Шевелев, Пятый канал. Встать суд идёт. Впервые в Казахстане студентов юридического факультета допустили к процессу в Конституционном суде. 26 студентов Кару имени Букетова приняли участие в заседании Конституционного суда. По словам декана юридического факультета Карагандинского университета имени Букетова, такое мероприятие даёт огромный практический опыт студентам и позволяет им подробно изучить кухню профессии изнутри. Встреча прошла на самом высшем уровне в связи с тем, что председатель Конституционного суда непосредственно сама провела, как они сказали, на ногах такую гостевую лекцию, мотивационную лекцию с нашими студентами и поприветствовала нас. И вот мы непосредственно ей передали все наши издания. Ну и было озвучено о том, что сотрудничество дальше будет продолжаться в рамках тех договоренностей, которые у нас закреплены в меморандуме. Это непосредственно посещение заседаний Конституционного суда, участие в гостевых лекциях членов Конституционного суда, а также пригласили наших лучших студентов для прохождения различных видов практик, которые предусмотрены учебной программой. Спонсор выпуска новостей – Карагандинский ферросплавный завод «УАйДиДи». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Все лучшее детям. Новый дворец школьников открылся в Караганде. Ежедневно учреждение дополнительного образования сможет принимать порядка 600 детей. Дворец школьников «Каусар» стал символическим подарком для маленьких карагандинцев в День защиты детей. Это значит, что ребятам вручили возможность развить творческий интеллектуальный потенциал, найти хобби или вырасти в полюбившемся занятии. Дворец школьников открыл Ермаганбет Буликпаев. Дорогие дети, дорогие родители, год назад мы приняли такое решение, чтобы построить такое здание для детей и приурочить к этому дню. Я хочу поздравить с Днем защиты детей, пожелать нашим детям крепкого здоровья, чтобы в этом здании, в этом учебном заведении они получали дополнительные знания. Все, что лучшее есть, все мы сюда включили. Поэтому я думаю, что наши дети будут нас радовать своими знаниями и достижениями. Здание построили в Пришахтинске. Местные жители рады этому событию, ведь аналогичных крупных центров в районе нет, а талантливых и креативных детей не с честь. К слову, власти намерены охватить и другой уголок Караганды. Мы приняли такое же решение, что в этом году начнем, даст Бог, на следующий год, мы также в такое же здание будем строить в Майкудуке, в районе Букеихана, это в парке. Мы такое решение приняли. Ахимгород знает об этом. Поэтому будем дальше все условия создавать для наших детей, чтобы они развивались. С праздником вас! Кто смирит лето? Ну а новый дворец школьников Каусар проектировали и строили отечественные компании. Генеральный подрядчик, переняв зарубежный опыт, уже возводил в Казахстане учреждение дополнительного образования. Потрудились и над экстерьером. Специально разрабатывался дизайн, подбирались тона, чтобы здание органично вписывалось в городской ландшафт. Саму территорию обустроили детскими площадками и тренажерами. Наши коллеги ездят в зарубежные страны, берут лучший опыт, как эффективно здание сделать, чтобы минимизировать пустые пространства и максимализировать эффективность этого здания. Дворец школьников удивил жителей не только внешним видом. Размещено в нем множество кабинетов, лабораторий, стем, аквапоники, робототехники. Каусар готов принять детей и предоставить им разнообразный досуг. Дарья Чеканина, Шалкар Алтынбеков, Равиль Валеев, Пятый канал. 1 июня все пришкольные лагеря начинают свою деятельность. По области в ближайшие месяцы планируется организовать досуг 160 тысяч школьников, обеспечив их летним отдыхом. Полезные проведения детского отдыха, защита прав ребенка и безопасность подростков были озвучены на диалоговой площадке региональной службы коммуникаций. В Караганинской области в этом году планируется организовать летний отдых для 160 тысяч школьников. В целях укрепления здоровья детей в нашем регионе планируется реализовать 9 лагерей за городом. А с 1 июня все пришкольные лагеря откроют свои двери. При этом в ближайшие месяцы 100 студентов нашего региона будут отправлены на отдых в республиканские летние оздоровительные центры. 838 лучших учеников сельских школ собираются посетить специальные лагеря отдыха. В связи с Международным днем защиты детей с 1 по 10 июня будет проводиться специальная декада. С особой радостью сообщаем, что 1 июня в Пришахтинске открыл свои двери дворец школьников. Также в ходе брифинга были озвучены меры по защите детей от возгорания в летний период у воды. По данным КАЗ Гидромета, в ближайшие летние месяцы ожидается 40-градусная жара. На нашей территории обустроено 89 мест для отдыха на воде. В этих местах установлены знаки запрета на купание детей. Для обеспечения безопасности граждан было сформировано 10 специальных мобильных групп. В составе 96 человек, 21 единица техники, 25 средств плавания. Эти мобильные группы обеспечивают безопасность на воде и будут проводить рейды, профилактические работы. В этом году подписано меморандум между управлением образования и ДЧС по обучению детей навыкам плавания в бассейнах. Всего с этой целью предусмотрено обучение 5000 учащихся. До конца июня спасательными подразделениями департамента планируется обучить 67 общественных спасателей. Для соблюдения детьми правил пожарной безопасности в летних лагерях также предусмотрено проведение специальных профилактических мероприятий со стороны спасателей. Ведь самое главное – безопасность. Мы посвящаем это лето безопасности детей, поэтому вместе с уполномоченными органами будем проводить просветительские работы. Мы поставили себе цель поддержки всех детей любыми доступными средствами. Праздник детства. В Саране отмечали День защиты детей целым рядом мероприятий. Первый летний день юные жители города запомнят праздничным фейерверком, костюмированным шествием, запуском в небо ярких воздушных змеев и играми. Подробнее у нашего корреспондента. На одной из площадок города Сарань был устроен запуск воздушных змеев. Легкие конструкции причудливых форм вздымали в небо под звонки смех детей. Так начался первый день лета в Саране – праздник детства День защиты детей. Станция юных техников при поддержке Акимата ежегодно организует красочный фестиваль. Это ежегодное мероприятие – фестиваль воздушных змеев, где собираются детки и запускают змеев в воздух. Я думаю, это очень радостное мероприятие для них. Вы сами наблюдаете эту атмосферу счастья. И родители, которые сегодня тоже вместе с ними в выходной. И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить наших детей с этим замечательным праздником. Пусть они подольше остаются маленькими, хорошими детками. Погода в этот день была праздничная, теплая и солнечная. Хорошее начало летних каникул. Ребят угостили мороженым. На сегодня получилось. Понравилось очень запускать змеи. Даже получалось. Прикольно. А на площади перед Домом культуры тем временем развернулось грандиозное мероприятие. Праздничный фейерверк. Путешествие в сказку началось все с карнавального шествия. Юные жители Сарани в ярких костюмах с цветными шарами украсили праздник. В нашем городе проходит замечательное городское мероприятие, которое посвящено Дню защиты детей. На площади Дома культуры собралось несколько тысяч маленьких жителей нашего города, которых артисты будут радовать концертной программой. Будет аниматорская программа, интерактивная программа с участием аниматоров. Будут работать интерактивные площадки. Скучать не приходилось. Каждый нашел здесь увлечение по душе. Ребята принимали поздравления. Ведь лето – это карнавал радости, улыбок, хорошего настроения, песен, танцев и игр. Карнавал побед, успехов и удач, впечатлений и новых дел. Для детей, жителей и гостей города состоялось красочное шоу, в котором приняли участие творческие коллективы. В городе принимается немало мер по повышению правовой защищенности детей и созданию доброжелательной окружающей среды для каждого ребенка. Ранее был подписан меморандум между Акиматом Сарани и Департаментом по защите прав детей области с целью сотрудничества и развития политики в вопросах защиты прав детей и подростков. Праздник продлился до вечера. Ребят ждал просмотр мультфильмов на ледэкране, спортивные состязания и дискотека. Ирина Вобещевич, Миржан Жумом Муратов, Николай Шевелев, Пятый канал. Много радости и подарков. Общественный фонд «Асылана-2020» не упустил возможность поздравить детей с праздником первого дня лета. Фонд благодаря неравнодушным организовал незабываемое мероприятие для ребят в Пришахтинске. Подробнее в сюжете. С раннего утра 1 июня на стадионе «Летейщик» в Пришахтинске собралось много детворы с родителями. Для них тут устроили большой праздник – День защиты детей. Зажигательные танцы, море радости и позитива – все это для ребят в первый день лета. Ежегодно мы проводим праздник для детей из малобеспеченных семей в порядке 500-600 детей. В этом мероприятии участвовали много очень таких активных наших граждан, которые оказывали благотворительную спонсорскую помощь. Спасибо стадиону «Летейщик» за предоставление нам стадиона, несмотря на все эти турниры. Общественный фонд «Асылана-2020» на протяжении ряда лет активно помогает многодетным семьям, детям из малообеспеченных семей и ребятам с ограниченными возможностями. Устраивают подобные мероприятия. На праздник пригласили около 200 детей. Ребята сами смогли продемонстрировать свои таланты. Пели, танцевали, участвовали в конкурсах, за что получали заслуженные награды от фонда. Были спортивные соревнования, так что вся детвора была задействована в мероприятии. Сегодня день детей. Мы будем сегодня здесь играть и веселиться, и будем побеждать. Мы будем здесь быть сильными и будем здесь здоровыми. Всем поздравляю. Всем ребятам были уготованы еще и вкусные угощения. Но и родители не оставались в стороне. Совместно с детьми они поучаствовали в спортивной эстафете «Мы – счастливая семья». Хорошие призы в виде бытовой техники ждали победителей. Остальные получали утешительные призы. Важно отметить, что такие мероприятия не обходятся без поддержки активного участия волонтеров. Студенты университета имени Сагинова приняли участие в мероприятии. Все ребята в заключении мероприятия получили подарки от спонсоров. Этот праздник детства запомнится им надолго. Ирина Вобещевич, Дмитрий Обурак, Николай Шевелев, Пятый канал. Рев моторов. В Караганде в выходные жители наблюдали огромное число мотоциклистов на дорогах. Впервые в нашем городе провели общее республиканское открытие мотосезона. Как все проходило, увидела Ирина Вобещевич. Утро субботы. Казалось, такого скопления байкеров в одном месте Караганда еще не видела. Блеск металл, орев, моторов, много черного. Лиц не видно. Все под шлемами, много кожи. Сама атмосфера была пропитана драйвом. Вот-вот и вся эта колонна тронется с места. Но мы успели узнать, что же тут происходит. Происходит открытие, общеказахстанское открытие мотосезона, которое впервые в Караганде у нас проходит. До этого было в Астане, в Алмате. Вот сейчас как бы у нас в Караганде проходит такое масштабное мероприятие. И нагородние вот ребята тоже сейчас подъезжают. Это и с Алматы, с Астаны, ну со всех регионов нашего Казахстана. Плюс с Россией ребята есть, с Узбекистана, Таджикистана. Такого уровня мероприятие впервые проводилось в нашем городе. Оно проходило при поддержке Акимата города и в рамках 90-летия города Караганды. Только в этом месте насчитывалось более 200 байкеров. Виктор Баснов работает на шахте Костенко уже 8 лет. Сейчас он заместитель начальника ВТБ. Говорит, что увлечение дает ему выплеск энергии, отвлекает и заряжает. Любовь была с детства вообще, лет 7-8, все хотел скутер, родители не разрешали. Потом как-то время прошло, вырос и вот взял. Вот это второй сезон мой будет. Выезжаешь, когда становишься спокойным, от работы отвлекаешься, от всего, от жизни отвлекаешься. По трассе, когда едешь. Удивительно, но Александр Митрофанов тоже шахтер. Мотоциклами увлекается 6-го класса. Советский стоит в гараже, как память. Сейчас катается на японском. Ездит немного, но планирует пересмотреть регулярность. На пенсию вышел, сейчас буду каждый день с утра до вечера кататься. Да, нравится мне вот это как-то чувство. Стареть не хочется. Стали подтягиваться и гости мероприятия. Рафаэль Кенжин занимается электромонтажом в Алмате. 10 лет как увлекся мотоциклами. Вся жизнь изменилась, расстояния стали короче, а границы размытий. Проехал всю Киргизию и Узбекистан вдоль и поперек. В Америке ездил немного, но впечатлений хватило надолго. Это перезагрузка. Это такой релоуд, чтобы отвлечься от подседневности. У нас, как говорят, это как безвредный наркотик мотоцикл. Так что приобщайтесь к мотокультуре. Приезжайте к нам в гости в Алмату. Вся эта мощь двинулась с места подрев моторов. Байкеры – субкультура любителей и поклонников мотоциклов. В отличие от обычных мотоциклистов, у байкеров мотоцикл является частью образа жизни. Они не просто любят мотоциклы, они живут ими. Это не транспортное средство, а целый символ, почти член семьи. В основе их идеологии три ключевых слова – дорога, скорость и свобода. Характерным для байкеров также является объединение единомышленников. В Казахстане еще с 90-х годов существуют подобные. Основателем является знаменитый Дмитрий Петрухин. И неожиданностью было увидеть его здесь, на главном месте мероприятия, на памятнике Виктору Цою. Кстати, Дмитрий родом из Караганды и 11 лет тоже проработал на шахте. Проехал 170 стран мира за 15 лет, намотал 400 тысяч километров. И до сих пор еще продолжаю путешествовать. Вы занятены в книгу рекордов Индии? В книгу рекордов Индии я получил два ордена от президента Такаева и Назарбаева. Вот они, ордена Индии. И горжусь тем, что я сумел провести флаг своей родины по всем континентам. Но я расскажу вам один секрет. Я не его на северном полюсе, не на южном полюсе. Гостей открытия общереспубликанского мотосезона ждала выставка гоночных авто, ретроавтомобили, рок-концерт, конкурсы с невероятным розыгрышем призов и экстремальное шоу. Ирина Вобещевич, Зухарна, Исмахаев, Николай Шевелев, Пятый канал. Четвероногая актриса. Впервые на сцене театра имени Станиславского в качестве актера выступила собака. Посмотреть на необычную постановку отправилась наша съемочная группа. Астрид, Ася, Аста – как только не называют в театре новенькую актрису. Четвероногое чудо попало в театр из приюта. Сейчас Астрид полностью влилась в художественный коллектив и радует своей игрой не только зрителей, но и актеров театра. Вот такое чудо у нас появится впервые, наверное. Говорят, что раньше в театре Станиславского был спектакль, который назывался «Нотр-дам де Пари», где на сцену выходила живая коза. В этот раз мы решили, ну вот так, чтобы в нашем спектакле поучаствовала собака. «Малыш и Карлсон» – так называется постановка, в которой приняла участие Астрид. По истории у малыша была мечта о верном четвероногом друге, но родители ей препятствовали. И вот в один из дней главный герой вышел на улицу, где встретил знакомую с ее собакой. Все начинается с того, что действия в Стокгольме, и малыш, который главный герой вместе с Карлсоном, малыш мечтает, чтобы у него в доме была собака. Все, что у него находится в доме, все, оно связано с этими собаками. То есть у него рисунки собак, у него копилка в виде собаки, то есть игрушки в виде собаки. И если бы мы взяли не настоящую собаку, скажем так, а какую-то игрушку, куклу в собаке, она бы не так явно выстрелила, как настоящий живой щенок. Что ты не сделаешь? Что ты не сделаешь? Что ты не сделаешь? Что ты не сделаешь? Сейчас в театре приют, из которого был взят щенок, проводит выставку. Для гостей подготовлены плакаты с шерстяными обитателями приюта, которые ждут, что и для них найдется дом и любящая семья. После спектакля, то есть после того, как пройдет спектакль, в любом случае мы можем подарить этого щенка тому, кто захочет, чтобы у него в семье жил вот такой чудесный щеночек, маленькая девочка. Приют наш собачий, он делает выставку перед премьерой спектакля, то есть все дети, которые придут, они могут увидеть, вот эти дети с родителями, я имею ввиду, они могут увидеть этих хвостатых друзей и выбрать себе, если они смогут, то могут забрать их к себе домой. Это будет тоже очень хорошо, потому что все они ждут своих хозяев. Максим Трезуб, Зулхарнаис Махаев, Николай Шевелев, Пятый канал. Это была последняя информация выпуска. Спасибо вам за внимание. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова